В правительстве подводят итоги социально-экономического развития Беларуси за 9 месяцев этого года. По данным Билстата, экономика страны сохраняет параметры вышепрогнозных и среднемировых показателей. Темп роста ВВП в январе-сентябре достиг 104,5%. На этом фоне значительное внимание уделяется социальной сфере. В 2024-м по всей стране введены в строй 25 новых и модернизированных объектов здравоохранения на укрепление материальной базы лечебных учреждений, поликлиник, больниц и с бюджета направлено около миллиарда рублей. В Центральной избирательной комиссии Беларуси утвержден состав Наблюдательного совета, который будет осуществлять контроль за порядком и правилами проведения предвыборной агитации в СМИ, которая стартует 1 января. Сейчас активными темпами проходит сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты. Продлится этот этап по 6 декабря. Инициативным группам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей в поддержку своего кандидата. Достоверность подписей проверят в комиссиях. Имена зарегистрированных кандидатов станут известны к концу года. По 26 ноября в целях стабилизации обстановки на дорогах страны Госавтоинспекция проведет республиканское профилактическое мероприятие «Сохранить себе жизнь». Акция направлена на привлечение внимания пешеходов и велосипедистов к важности неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения на дороге, обязательного использования световозвращающих элементов и одежды повышенной видимости в тёмное время суток, а также в условиях плохой погоды. В Бобруйске 21 ноября в 18.00 пройдут встречи с жителями по вопросам работы системы жилищно-коммунального хозяйства города. В 21-й школе на Горелико-72 горожан выслушает председатель Бобруйского горосполкома в Центре досуга и творчества на Куйбышево, 59, глава администрации Ленинского района. В 28-й школе на Ульяновской, 51, глава администрации Первомайского района. Задать вопросы начальнику управления ЖКХ Бобруйского горосполкома можно будет в Автомеханическом колледже на Интернациональной, 48. В Бобруйске с 28 ноября по 3 декабря пройдёт 9-й республиканский фестиваль национальной драматургии имени Дунина Марсенкевича. Театр драмы и комедии объединит артистов из пяти областей Беларуси. Всего будет представлено 11 спектаклей. Конкуренция в отборочном этапе была серьёзной. На участие в масштабном событии претендовали 24 постановки. Конкурсная программа порадует произведениями только белорусских драматургов.